Ну ладно, мы здесь сегодня собрались по такому относительно новому поводу для учреждения культуры. Как вы все знаете, взят новый курс немножечко на то, чтобы больше уделять внимание популяризации науки. И сегодняшнее наше мероприятие как раз будет посвящено одному из научных направлений, а именно научным методам населения интеллекта. Позвольте мне представиться. Меня зовут Елена Милова. Я психолог, бизнес-тренер и являюсь активистом российского трансхуммунистического движения. Российское трансхуммунистическое движение – это общественная организация, которая занимается популяризацией науки. Это распространяется на много разных направлений. В том числе это и поддержка новейших медицинских технологий, регенеративной медицины, персонализированной медицины. Это поддержка научных исследований во многих других областях. Один из руководителей движения, которого зовут Данила Медведев, он футуровок, телеведущий, с ранних лет испытывал интерес к тому, каким образом можно управлять своей эффективностью. Он очень любит просто все оптимизировать. И когда он этот интерес осознал, он решил, что пора бы посмотреть, а что, собственно говоря, наука может предложить нам уже сегодня в отношении повышения нашей продуктивности. Это произошло около 10 лет назад. И он начал тогда собирать базу, большую-большую базу методов по усилению интеллекта. И к нынешнему моменту эта база насчитывает около 80 методов, каждый из которых прошел испытание временем, прошел испытание в опыте и подтверждается различными научными исследованиями. Как вы понимаете, 80 методов – это, конечно, очень много. Изучать программу из такого количества направлений было бы достаточно долго. По очень приблизительным подсчетам моим это заняло бы порядка двух лет. Еще неизвестно, не пришлось бы для этого отрывать время от семьи или от работы, потому что нагрузка там, конечно, очень большая. Поэтому, конечно, хотя мы понимаем, что каждый из этих методов может что-то вложить в нашу эффективность, как-то повысить нашу успешность. Но, по сути дела, мы, как сообщество популяризаторов науки, скорее видим свою миссию в том, чтобы людей качественно сориентировать в этом поле, в этом пространстве. С этой целью мы выходим в учреждение культуры с краткосрочной программой по усилению интеллекта, которая называется «Компас-навигатор». Она состоит из девяти и полуторачасовых занятий, на которых мы будем рассматривать наиболее существенные необходимые основные методы, которыми должен владеть современный человек для того, чтобы в современном обществе быть успешным. Кто-то пробежал, я надеялась, что к нам. Прежде всего хочу сказать, что я начала ознакомиться с этой базой около года назад. У меня это заняло очень приличное время, но я занималась этим целенаправленно, для того, чтобы погрузиться, все внимательно ее рассмотреть и как-то структурировать, потому что до этого Данил просто собирал, 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 но в основном никакой структуры в этих методах не старался создать. Когда я начала ее изучать, обнаружилось следующее, что мои представления о том, как именно люди достигают успеха, мои представления о балкоритме достижения величия, совершенно не такие, как я о них думала. Они абсолютно, вот, мои представления были во многом неверны. Ну, во-первых, существует такое распространенное убеждение, что выдающиеся люди имели в обязательном порядке какие-то задатки. А практика показывает, что это далеко не всегда так. Например, вот если бы кто-то стал оценивать, ну, например, Моцарта, то, скорее всего, мы бы не увидели между двухлетним Моцартом и любым другим двухлетним ребенком никаких особенных различий. Как выяснилось по научным исследованиям, которые проводились с конца XX века и постоянно новые появляются в наши дни, и гораздо большее влияние на успешность человека оказывают внешние факторы. В случае Моцарта, например, это был его отец, который был сам достаточно посредственным композитором, но при этом он был педагог-инноватором. И он обладал достаточно большими амбициями и хотел сделать из своего сына, как сейчас говорят, звезду. С этой целью он мало того, что он разработал определенную систему, по которой он сына обучал, он еще и сделал эти занятия очень интенсивными, он правильно организовал весь процесс, и эти занятия начались очень рано. Именно благодаря этому, как сейчас считается, Моцарт уже к возрасту 18 лет писал произведения, которые приравнивают его к величайшим композиторам. Но, как вы понимаете, все-таки это заняло достаточно много времени. И вот здесь находится второй момент, который стал для меня открытием. Дело в том, что для того, чтобы достигнуть мастерства в каком-то деле, нам требуется всего лишь около 20 тысяч часов целенаправленной практики. При условии, что эта целенаправленная практика выполняется качественно, практически нет никакой возможности не стать успешным, если человек вложил такое количество сил, такое количество времени. Кстати, о времени это занимает приблизительно от 10 до 15 лет. То есть как раз тот период, который ушел на обучение Моцарта, с учетом, что его практика была правильной, она была достаточно интенсивной, именно за такое время он и должен был, по сути дела, прийти к уровню мастерства. Таким образом, я обнаружила для себя, что в появлении великих людей очень большое значение имеет среда. Другой фактор, который для меня оказался новым и удивительным, это то, что у большинства великих людей не было какой-то врожденной, выдающейся памяти. Ну, не обладали они вот идентической памятью, то есть полной памятью на все события, все детали, на все какие-то аспекты, а обладали совершенно обычной среднестатистической памятью. Единственное различие между ними и между обычными людьми заключалось в том, что у людей, выдающихся, память на ту конкретную сферу, в которой они достигли успеха, обыкновенно намного лучше. То есть, допустим, шахматист может прекрасно запоминать игровые позиции, но это абсолютно не поможет ему запоминать литературные тексты. То есть, в общем и целом, уровень памяти не отличается от обычных людей. Это весьма интересно, на мой взгляд. Кроме того, я обнаружила, что большое значение имеет еще такой фактор, как интерес самого ребенка к тому делу, которым он занимается, и образ родителя, зачастую привлекательный образ родителя, которому он обожает, которому он поклоняется, и за которым он готов следовать. Таких примеров тоже достаточно много. Например, ныне живущий миллиардер Уоррит Баффетт, это один из самых богатых людей мира. Теперь мы знаем о его биографии то, что, оказывается, мало того, что он проявлял интерес к различным математическим наукам с достаточно раннего детства, благодаря отцу, он еще и с 11 лет, под влиянием этого интереса, начал работать в фирме своего отца. Надо сказать, что его отец тоже имел отношение к финансам, самое прямое. Когда он начал работать в 11 лет, к 13 годам у него уже были определенные возможности, он руководил, если я не ошибаюсь, доставкой газет по нескольким районам своего населенного пункта. В 15-ти у него был бизнес, связанный с игровыми автоматами, и в это же самое время он приобрел несколько участков земли, которые вполне успешно сдавал фермерам. Иными словами, у этого человека была изначальная возможность, во-первых, перенимать опыт инвестирования, во-вторых, постоянно ставить собственные эксперименты, связанные с финансами. И, безусловно, это сыграло свою роль в его дальнейшей биографии. Правда, вот в его случае успех пришел не так, чтобы быстро, но, может быть, это связано как раз с такой достаточно сложной сферой, как финансы. Потому что далеко не все находится в пределах возможности одного человека, когда, например, наступает мировой финансовый кризис. Он, по сути дела, преодолел какой-то совершенно уже сумасшедший рубеж, когда ему было уже около 40 лет. После этого возраста равных ему в инвестировании просто в мире не стало. Вот такая история. Но дальше, наверное, она станет еще интереснее. Потому что не врожденные способности, которые, безусловно, имеют какое-то значение, но тем не менее, не влияние среды, не наличие эффективного педагога, не интерес, не любознательность, зачастую все эти факты могут так и не привести к величию. И о причине, я думаю, вы догадаетесь. Даже если у человека есть талант, но он этот талант не развивает, а взрывает землю, как это говорится, то, конечно, ни о каком величии мечтать уже не приходится. То есть человек просто не делает то, что приведет его к успеху, несмотря на то, что все благоприятные факторы есть. Нам всем знакома, например, такая ситуация, когда школьник, безусловно, одаренный в какой-то сфере, допустим, в математике, ну, он не считает должным сконцентрировать внимание на занятиях, поэтому он носит тройки, его это устраивает. Он одарен, безусловно, он может брать спонтанно места на Олимпиадах, но вряд ли он чего-то добьется, потому что вот этого регулярного цикла действий, который приводит к высоким степеням мастерства, он в его случае не реализуется. Итак, получается, что есть какая-то вещь, есть какой-то алгоритм, который может, в случае, если он используется, привести к успеху, или, если он не используется, не привести. А вот следующая мысль, которой я хочу с вами поделиться, эта мысль крайне простая, и я думаю, что она вам понравится так же, как она понравилась мне. Вот что нужно, по сути дела, для совершенствования? Что нужно? Нужно осуществлять действие. А как мы осуществляем действие? У нас всегда действие любое реализуется через четыре этапа. Эти этапы, они характерны для нашей биологической сущности, и они присутствуют практически у всех живых существ. И если я хочу, допустим, оказаться рядом со соседним столом, что мне нужно сделать? Сначала я осознаю так, я хочу подойти вот туда, у меня возникает потребность, и я осознаю какую-то цель, которая у меня есть. Дальше. Если я хочу туда попасть, значит, мне нужно понимать, а что мне для этого надо сделать? Мне нужно сделать несколько шагов. Понимаю я. У меня есть план. Я делаю эти несколько шагов. Я совершила действие. И после этого я смотрю, так, а я попала туда, куда я хотела попасть, или нет? Я достигла цели, или нет? То есть я контролирую результат. И вот эти четыре навыка, эти четыре этапа совершенствования, объединенные в цикл, как раз и приводят к тому, что мы добиваемся результата. Если этот цикл многократно повторяется, как в случае, когда музыкант, например, разучивает какую-то пьесу, он ставит цель разучить эти несколько тактов. Он составляет план. Сегодня я разучиваю, я работаю только над этими вот тактами. Сейчас вот над этим, потом над следующим, оттачиваю, оттачиваю, оттачиваю. Затем он начинает играть. В ходе игры он контролирует, допустил ли он какие-то ошибки, есть ли у него какая-то, может быть, закралась фальшь или нет, с правильной ли скоростью он играет, то есть он контролирует. И вот этот цикл позволяет ему совершенствоваться. В результате, если этот человек практикуется 20 тысяч часов, он будет играть как мастер. Понимаете, вот такая простая, вроде бы очевидная вещь, над которой мы, тем не менее, редко задумываясь, и может быть именно поэтому, может быть именно поэтому, так мало великих людей среди нас. Хотя, в общем и целом, каждый из нас может следовать этому циклу и достигать практически любых результатов. Ну, поговорили о хорошем, теперь давайте оправдаемся немножко и поговорим о тягах нашего положения, в чем они заключаются. Ну, прежде всего, мы с вами, конечно, не мышки, не кошки. Наши задачи намного сложнее, чем у любых других живых существ. Более того, если бы мы взяли с вами, рассмотрели опыт, допустим, какого-нибудь христианина 17 века, которого нужно было спахать, посадить, присматривать, чтобы хищников там отгонять, или вредителей отгонять, потом скосить, обмолотить и скушать. Достаточно простой, в общем, план. Практически на каждый день у человека приходилось довольно-таки мало действий, за которыми ему надо было следить. Мы живем в совершенно другом мире. Наш мир изменился просто до неузнаваемости. Вот, когда мы с коллегами разучиваем планирование, там в составе вот этого вот тренинга у нас есть такое упражнение. Мы просим присутствующих записать просто одним списком все дела, которые им нужно сделать в ближайшую, скажем, неделю. И с учетом того, что есть еще какие-то хвосты, какие-то не сделанные дела, которые на них давят, но они не успевают их делать. Так вот, знаете, сколько пунктов входит в средний список? Средний. От 100 до 150. Помнить об этом наше биологии не позволяет. 7 плюс-минус 2 объекта, не больше. Ну, некоторые люди, конечно, как я уже говорила, в своей профессиональной сфере способны заполнить больше, но только при условии специальной тренировки. Без тренировки. Нереально. Иными словами, как бы мы ни хотели, но вот те базовые способности, которые у нас есть к реализации, да, каких-то наших проектов, к достижению результатов, нам сейчас приходится развивать для того, чтобы сохранять успешность, достигать уровня, как минимум, чтобы мы себя могли уважать. И что это значит? Это значит, что нам нужно уметь заниматься целеполаганием. Правильно заниматься целеполаганием. Таким целеполаганием, которое может обслуживать наши текущие сложные проекты. Нам нужно не только уметь осознавать свою цель и представлять образ, как это делает кошечка или мышка. Нам нужно уметь правильно описать эту цель, соотнести ее с условиями среды, обозначить сроки. Понимаете, да? То есть это уже не то простое действие, которое можно провести в уме. Нам необходимо для этого использовать в том числе и технические средства. Нам необходимо зачастую при цели полагания общаться с другими людьми, договариваться с ними. То есть весь процесс, он намного сложнее, чем он был у крестьянина 17 века. То же самое касается и всех других направлений. Поэтому, когда мы говорим об усилении интеллекта, с современной позиции и с научно-обоснованной позиции, мы говорим, ребятам, только учиться. Каждый из навыков отрабатывает, смотреть, что новому можно привнести в саму технологию, каким образом этот навык реализуется. В этом случае, да, в этом случае мы можем рассчитывать на достаточно большой успех. Так, ну, что сказать, вот четыре базовых навыка, которые есть у всех живых существ. Но у нас, у людей, под влиянием той среды, в которой мы сейчас с вами живем, есть еще два. Животными они не используются. Ну, в силу того, что у животных нет ни технических средств, ни такого развитого уровня коммуникации, как у нас, то это за дополнительные два навыка. И откуда они взялись. Ну, первый навык это обработка информации. Как он возник? Последние 50 лет у нас и наука, и технологии рванули вперед. Численность населения стала очень быстро увеличиваться. Усложнилась социальная система, усложнились различные взаимосвязи, в которых мы находимся. Появились средства коммуникации, которые практически не дают нам отключаться от информационного фона. Появилось очень много лишней информации, мусорной информации, это спам, это реклама, допустим, на улицах. Это источники информации, которые нам трудно контролировать, в том числе и дома, например, телевизор. Мы не можем даже каким-то образом повлиять на то, чтобы нам предлагался тот контент, который нам интересен, но за исключением того, что мы выбираем канал. Ну или канал по своим интересам какой-то тематический. Что еще произошло? Опять же, огромные объемы информации, которые мы перерабатываем на работе. Это электронная переписка, это бесконечные звонки и так далее. Информации просто стало много. И научной информации стало много, и любой другой. И если мы не умеем обращаться с этим постоянным действующим информационным потоком, то, конечно, могут начаться разнообразные сложности. Уже появилось такое новое состояние, которое называется информационный стресс. это когда человек вынужден иметь дело с таким количеством информации, что он с ней уже не справляется. Есть какие-то определенные рамки, в которых он может действовать, выше которых мы не можем прыгнуть. Это связано в том числе и с тем, что каждое мыслительное действие имеет метаболическую цену. То есть мы же расходуем энергию, когда мы мыслим. И когда мы обрабатываем информацию, происходит то же самое. Мы расходуем энергию. И много нервная система потребляет до четверти общей энергии организма. То есть четверть того, что вы съели на завтрак, оно идет исключительно на то, чтобы работала ваша нервная система. И в связи с тем, что мы должны все-таки справляться, пока у нас нет никаких других возможностей, у нас нет нервных чипов, у нас нет чипов для расширения памяти, нет чипов для расширения внимания, хотя об этом конечно мы все часто фантазируем и это мелькает во множестве различных фантастических фильмов и мультиков. Но пока у нас всего этого нет, мы должны как-то постараться справляться. Что для этого можно делать? Можно научиться навыкам обработки информации, которые будут экономить наши силы и оставлять максимум нашего потенциала для тех дел, которые нам действительно нужны. Например, существует такое понятие как информационная диета. Что оно в себе включает? Человек просто старается заблокировать те источники информации, которые являются для него бесполезными или даже вредными. Некоторые, например, люди очень тяжело переносят знакомство с новостями, потому что новостные источники, конечно, они важны, безусловно, нужно понимать, что происходит в мире. но при всем при этом сама подача новостей зачастую делается таким образом, чтобы канал сохранял свой рейтинг. То есть делается попытка нас зацепить, заставить нас сопереживать, проявлять какие-то эмоции с тем, чтобы мы смотрели, смотрели, смотрели дальше именно этот канал, именно эти новости. Но, к сожалению, для нашей психики это не всегда хорошо. Так вот, отключение от избыточной информации, отключение от источников слишком негативной информации, это, например, отключение от социальных сетей, это отключение всех лишних уведомлений, это, безусловно, отписка от рассылок, которые нам не нужны. Не нужны совершенно. Все направлено на то, чтобы максимум сил сохранить для дела. А дело это что? Это деловая переписка, и это, допустим, какие-то образовательные проекты, в которых мы участвуем для того, чтобы развиваться. Это могут быть, конечно, какие-то развлекательные программы, которые нам нужны для отдыха, хотя, по большому счету, даже и здесь мы можем немножко, еще чуть-чуть сэкономить. Я, например, очень люблю смотреть лекции Александра Маркова. Это современный ученый эволюционный антрополог. Мне очень интересно все про людей, поэтому вот я его слушаю. Знаю, что многие мои коллеги слушают лекции по другим направлениям, которые вроде бы вряд ли пригодятся в жизни, но они выполняют такую развлекательную функцию для нас, для всех. На некоторых очень интересно смотреть. На Александра я его просто обожаю. У него такой, у него, во-первых, очень глубокий голос, который он изумительно играет. Можно просто любоваться его и чувством юмора, переданным вот этими тонкими-тонкими инфонациями. Ну, какие еще методы можно назвать в рамках навыков обработки информации? Ну, это, например, правильная организация поиска информации. Мы все, опять же, часто сталкиваемся с тем, что нам что-то понадобит, что-то хотим для себя прояснить, тоже лезем в интернет и ищем. Но обычно, обычно, то пространство, в которое мы выходим, оно же тоже построено так, чтобы ловить наше внимание на себя. Ну, реклама, это понятно, вот, но, помимо прочего, вот в этом пространстве, где существует масса побочных ссылок, ссылок на побочные ресурсы, которые вроде бы как связаны, но они могут быть нам совершенно не нужны. И если у человека не хватает силы воли, чтобы проводить поиск целенаправленно, только по той теме, которая ему нужна, ему, конечно, будет сложно сэкономить свои силы для чего-то полезного. Более того, проводилось исследование, если я не ошибаюсь, в начале 2000-х годов на детях, как, собственно, обращение с интернетом, вот такой интернет-серфинг, как это называется, влияло на их мыслительные способности. Влияние было, к сожалению, негативное. После того, как ребенок бесконтрольно вот этим занимался в течение нескольких месяцев, у него исчезала способность долговременно концентрировать внимание на какой-то одной теме, одном тексте даже. То есть после того, что ребенок читает в интернете и как он там читает, по каким странным траекториям он ходит по сайтам, он просто не способен потом сесть с книжкой и какой-то связанный текст, много страниц подряд читать. Вот такая история. Тоже нужно иметь в виду, что о технологии, в общем-то, может быть как польза, так и вред. Хотя мы, конечно, сами организуем этот вред или эту пользу для себя. Так, ну что еще здесь можно упомянуть? Поскольку зачастую нам нужно не только найти информацию, но и пользоваться ее в течение длительного времени, то, конечно же, к навыкам обработки информации еще относится такая вещь, как ее структурирование. Например, когда студент пишет какую-то свою работу, например, реферат какой-то, у него обычно присутствует в этом документе структура, потому что это диктуется ситуацией конкретно. Есть определенные требования, он должен им следовать, он следует. Но в остальной жизни мы зачастую не задумываемся, что от того, как мы структурировали текст, очень во многом зависит то, как мы потом будем им пользоваться, будет ли нам удобно. Даже такие простые вещи, как построение текста по определенному плану и выделение заголовков большим шрифтом для того, чтобы они были поярче и быстро можно было найти нужное место в тексте. Даже вот такие вот вещи могут очень облегчить нам жизнь. Но они, к сожалению, не используются, потому что люди зачастую не осознают, что у текста есть некий срок жизни, и в течение этого срока им понадобится обращаться к нему много раз. Если он будет вот такой вот, видите, хаотичный, то, в общем-то, это, опять же, вред себе и лишняя трата времени и сил. Ну и, кроме того, существуют еще различные методы поиска информации, что называется, внутри себя, в собственном сознании. Это, например, мозговые штурины, да? И если человек не владеет этой технологией, не знает, как ее правильно организовать, то тоже, в общем-то, пользы будет немного. Ну, что привести в пример мозгового штурина. Например, мой папа очень любит перед тем, как идти в магазин, составить список. Вот составление списка, по сути дела, это маленький мозговой штурин. Он вспоминает, что ему там нужно. Чтобы ничего не забыть, он это записывает и после этого спокойно идет в магазин, не боясь, что он что-нибудь забудет. Вот. Это простейший вариант, но наши проекты в большинстве все-таки, особенно вот у активно работающих людей, они не такие, они многошаговые. И для того, чтобы нам поднять на уровень сознания все те элементы, которые нам необходимо будет потом включить в план, нужно правильно проводить мозговой штурин. Хотя бы нам нужно точно знать, какую цель мы перед собой ставим, какой результат, к какому результату мы хотим прийти. И знать, с каких сторон нам обязательно нужно это дело рассмотреть, чтобы не упустить важные детали. допустим, в бизнесе очень существенный момент при мозговом штурме направить внимание на область такую, которая называется риски. Ну, в частности, да, не учли риски. И что-то случается, а мы не знаем, что с этим делать потом, потому что в плане этого пункта нет. Вот это то, как негативно может сказаться мозговой штурм, если он проводится неправильно. Ну, что еще упомянуть? Есть такая тоже замечательная вещь, называется создание личной базы знаний. Ну, иногда это еще называется проектной базы знаний. Что это такое? Опять же, нам в ходе проекта нужно взаимодействовать с большим количеством информации. Иногда, чем искать ее каждый раз в интернете, ее удобнее где-то в одном месте сохранить и сделать из нее подобие библиотеки для себя. Принципы структурирования могут быть очень разные. от алфавитного порядка до структурирования по тему, любые. Это большей частью зависит от характера проекта и от того, насколько самому человеку удобно пользоваться. Но, опять же, если нет привычки много найденных материалов поместить в определенную точку базы, где его будет легко найти, то это усложняет весь процесс. Видите, сколько элементов входит в понятие обработки информации. Упускается любой из них и где-то, на какие-то проценты уменьшается общая продуктивность. А мы же заинтересованы в том, чтобы нам было хорошо, поэтому нам приходится на это обращать внимание. Вот так. Это то, что касается обработки информации. Это пятый навык был. И теперь про шестой. Но, для того, чтобы проиллюстрировать, насколько этот шестой навык важен, а он называется глобальное видение, я хочу вам задать несколько вопросов. Моих коллег я попрошу дать возможность ответить другим нашим слушателям, потому что вы, возможно, ответы знаете. Мне бы хотелось все-таки, чтобы была какая-то спонтанность. Несколько вопросов. Они, может быть, вам покажутся сложными, но, по крайней мере, попробуйте ответить. Вот, например, можно ли напечатать еду? Кто знает? Мы сзади еду? Нет, напечатать еду на принтере. Напечатать на принтере. Сейчас же можно матку сделать на принтере скоро, да? Что? Да, значит, еду. Это первое, а второе, под словом напечатать, а это, оно же имеет несколько смыслов. Вы можете напечатать фотографию, ну, что такое, на фотографии еда, вот, пожалуйста. Ну, в данном случае имеется в виду напечатать прямо готовую плюшечку какую-то печенью. И где принтер делает? Да, совершенно верно. Существует технология, которая позволяет из заранее подготовленных веществ просто создать готовую еду. Буквально пару недель назад, и, может быть, больше немножко, такое устройство полетело на космическую станцию с тем, чтобы немножко разнообразить рацион космонавтов. Вот такая технология есть. Так, ну, хорошо. Кто знает, что такое генотипирование и сколько оно стоит? Генотипирование не знаем. Мы числе и цены. Хорошо. Генотипирование это исследование генома на различные генетические заболевания и на особенности организма в реагировании с окружающей средой, с факторами окружающей среды. Стоит оно около 100 долларов в США сейчас. У нас, конечно, дороже, потому что у нас оно еще меньше по времени развивается. Основная польза генотипирования заключается в том, что человек, который его прошел, например, в детстве, для него можно подобрать особенности образа жизни, благодаря которому он вообще не будет болеть. Потому что экспрессия генов в очень большой степени зависит от факторов окружающей среды, от тех условий, в которых мы живем. И если у нас есть понимание так, ага, у меня вот такой-то допустим риск, ну допустим риск диабета, да, человек за счет диеты может просто либо сильно отсрочить, либо полностью предотвратить эту болезнь. А во время профилактики человек здоров. Это большая очень выгода. Врачи не знают про диабет. Врачи не знают. Так, хорошо. А вот еще вопросик поинтереснее. Существуют ли существуют ли животные, которые не стареют? Существуют. Существуют. Теперь тоже знаете. Да, причем их достаточно много видов, в том числе и млекопитающие. И особенности их генома им позволяют не вообще исключить состояние дряхлости. Погибать-то они, конечно, погибают в конечном итоге по разным причинам. Может быть какая-то инфекция, с которой все-таки не сумели справиться, или это накопленные травмы, рубцевание тканей и прочее. Но так или иначе, что интересно, оказывается, что наша способность стареть это своего рода такая шутка эволюции. Ну вот так получилось. Этим видам досталась способность не стареть, а нам нет. Но обнадеживающая информация здесь заключается в том, что если это генетика, то безусловно это можно как-то корректировать. Сейчас ученые заняты поиском как раз технологии, которые позволят радикально продлевать нам жизнь. Так, ну, что еще? Например, знает ли кто-нибудь как называются японские сапоги-староходы для пожилых? Не слышали про такое? Это действительно сапоги. Они надеваются на ноги, могут надеваться на обувь. И принцип действия их заключается в том, что когда пятка, вынесенная вперед ноги, опускается на землю, сустав в сапоге задней ноги совершает толчок. И получается, что пожилого человека все время задняя нога немножечко подталкивает, помогая ему идти. Он тратит меньше сил, может пройти большее расстояние. Но японцы, кстати,